Друзья, всем привет! Рад видеть вас на своем канале. Сейчас я вам покажу, как я натягиваю вышивку на основу. Расскажу о всех нюансах. Поехали! Имеем мы вот такую вышивку. Красивая работа заказчика. Вот. Что мы сделаем? Вымеряем, насколько нужно больше взять основу. Вот. Здесь, конкретно здесь, 46 на 46 сантиметров. Основу я уже выпилил. ДВП 46 на 46 сантиметров. Сейчас примощу как-нибудь телефон, чтобы он снимал. Заранее, кстати, извиняюсь за то, что видео с телефона, возможно, будет не сильно качественно. Но другой возможности записи у меня пока нет. Так, ну, отлично. Если немного не будет попадать в кадр, сразу извиняюсь. Я буду стараться показать все. Поехали! Примерно прикидываем, насколько ровно нам нужно все это выровнять и сделать. Я ориентировался примерно на 2-3 сантиметра. Давайте крепить. По факту будем ровнять. Здесь раз. Движемся сюда. Подтягиваем. Надо еще чуть-чуть отпустить сюда. Например, вот здесь. Раз. Примерно вот так. Два. Выравниваем кнопками. Канцелярские кнопки. Так, вверх у нас никуда не ушел. В принципе, будет вверх. Давайте отобьем его сразу. Плюс и минус. Вот здесь. Вверх. Подтягиваем этот край. Подтягиваем вниз. Так, на этом этапе мы получили, что наша картина натянутая будет выглядеть примерно вот так. Вот. Более чем отлично. Здесь кант перекроется. Да? Замечательно. Продолжаем натяжку. Натягивать нужно. Я натягиваю не спеша. Один край. Сначала один край полностью стопорим. Скажем так. Чем удобна вышивка? Крестиком. Я натягиваю не спеша. Крестиком. Вот так. Еще раз. Натягиваются параллельные стороны. Далее подтягивается перпендикуляр. Практически натягиваю не спеша. Практически натянутая работа. Практически натягиваем. Движемся дальше. Теперь протягиваем полностью вверх. Подтягиваем. На просторах интернета в принципе очень много видео. Каждый натягивает не то чтобы по-своему, а уже исходя из своего опыта. Ну, собственно, я не исключение. Ничего не мешает потом перевыдернуть какую-нибудь кнопку и подтянуть как нужно, как того требует композиция. В данный момент тянем по верху. Отлично. Что видим? Видим, что вот здесь немного ушла клетка, ушла немного в бок, в сторону. Вот. Это не есть хорошо. Именно поэтому этот бок мы сейчас чуть-чуть перетянем. Перетянем и картина будет немного поровней. Поехали. Перетягиваем. Раз. Ориентировочно делайте через одинаковое расстояние. Интенсивность натяжки, интенсивность кнопок, количество кнопок напрямую зависит от размера изображения, которое вы собираетесь натягивать. Идем сюда. И закрепляем тут. Чего у нас получилось? Отлично. Три края. По-моему, прекрасно. Низ. Вот тут вот от кнопки осталось. Вот его уже не видно. Так как мы немножко подтянули вот эту сторону, низ немного ушел. Вот. Ну, теперь вот такими движениями подтягиваем, делаем натяжку. Я стараюсь работать от центра и, соответственно, к краям. Почему именно так? Потому что бывают такие моменты, когда края необходимо доподтянуть. Вот. Центр уходит гораздо реже. Вот. А края иногда необходимо подтягивать. Вот. Ну, вот таким образом происходит натяжка. Вышивки бывает. Приносят люди вообще сложные работы, когда вышивки перекошены. Вот. В принципе, эта вышивка очень достойно вышита красивым мастером. Теперь, что мы получили? Мы получили вот такую вот замечательную штуковину, натянутую на ДСП. На ДВП, извиняюсь. Вот. Теперь вот эти лишние моменты, вот эти рукава мы обрежем. Их нужно будет обрезать примерно, ну, сантиметра 3-4 можно оставить. Поехали обрезать. Раз. Второй. Переверну, чтобы удобно было. И второй режем. Далее, как я натягиваю имена. Я срезаю вот такой вот угол. Он мне нужен. Едем дальше. Опять срезаю угол. Знаете, если не видно было, вот тут должно быть видно. Срезаем угол. Каждые углы срезаем. Отлично. У нас получилась вот такая замечательная штуковина. Спереди натянутый красивый цветочек. Размером 46 на 46. Вот сзади вот такая некрасивая штука. Теперь, что делаем? Я пользуюсь вот такой вот нитью. Вот мы ее разворачиваем. И вдеваем в иголку. Будем прошивать по определенному алгоритму. Так, поехали прошивать. Это все дело. Значит, начинаем с углов. С угла какого-нибудь. Подтягиваем. Я очень надеюсь, что вам все видно. В противном случае я как-нибудь обрежу это видео. Закрепили один угол. Обрезали. Теперь едем в другой угол. Другой угол у нас параллели. Подтягиваем, затягиваем в другой угол. Есть. Теперь этот угол натянется. Теперь как натягивается вышивка вообще. Вот там, где там, где расположены кнопки, вот тут у вас должны пройти нитки. По алгоритму затяжки. Значит, какой алгоритм. Натягивается, затягивается нитка в плюс одну кнопку, чтобы получилась натяжка вот такого плана. Теперь, здесь, соответственно, плюс одна, вот такая петля. у нас получается натяжка крест-накрест своего рода. Не знаю, как она грамотно называется. Давайте так ее назовем. Едем дальше. Подтягиваем плюс одна кнопка. Возвращаем. Далее. Далее плюс одна кнопка. Возвращаем. Далее плюс одна кнопка. Все так же возвращаем. сюда. Собственно, по такому алгоритму производится натяжка вышивки. Давайте, чтобы сэкономить время видео, я прервусь, доделаю и покажу уже на этапе завершения. Сразу хочу сказать, отсюда идет сюда, тянется угол. Сюда, сюда. Здесь сделаю угол такой же, как и здесь. И дальше перейдет в перпендикуляр. Все точно так же. Плюс одна кнопка и тянем назад. Ну, в принципе, ничего сложного. Так, ну, отлично. собственно, я протянул всю вышивку. Вот. Теперь в этап натяжки. Вот у нас начало. Кто забыл, один угол мы с угла, с этого угла мы начинали. Вот. Поехали натягивать. Подтягиваем теперь каждый каждую струну. Вот. Сильно тянуть не нужно, потому как вот эти вот, если это вышивка крестиком, вот эта ткань, она очень такая мягкая. Она сразу же рвется. вот что не есть хорошо. С вышивками из бисера чуть-чуть попроще дело обстоит. Они тянутся. Ну, опять же, да, в зависимости от производителя, ну, как правило, они тянутся гораздо лучше. Вот. Подтягиваем. Идем сюда. Вот она струнка. Придерживаем. Уходит она у нас куда? Все правильно. Вот сюда. Вот она. Ее тянем. Давайте отсюда. вот вот я перешел в угол. С этого угла тянем в эту сторону. С этой стороны натягиваем сюда. Эту сторону подтягиваем сюда. Эту сторону подтягиваем сюда. Эту сторону подтягиваем сюда. Кстати, будьте внимательны если вы добавляете нить вот я добавил да бывает такое что при натяжке мешает натянуть узелок поэтому сразу в течение работы подтягивайте всю работу вот чтобы потом не не опростоволосится да и не заново не делать какую-то такую же работу вот она идет вот сюда в принципе она натягивается смотрим еще чтобы натягивались не через кнопку потому как натяжение будет не то тянем в эту сторону вот у нас натянута натянутая вышивка получается теперь закрепляем угол то что угол чуть-чуть расходится можно не переживать и не бояться потому как четверть багета всегда перекрывает его подтягиваем сам угол поближе удержим чтобы вам было понятно вот за этот момент еще раз говорю не переживайте углы как правило остаются на месте даже если немножко уползает опять повторюсь четверть багета в принципе все перекрывает можно делать миллион таких стежков принципе уже натяжка никуда не денется давайте конечный штрих закончим это дело что у нас получилось в итоге убираем наши кнопки и теперь немножко подравниваем саму картину если все сделано правильно вы в принципе легко и просто выровняете до идеального состояния вот у меня идеальное состояние еще раз смотрим сюда замечательно смотрим сюда идеально вот вот друзья получилась вот такая вот замечательная красота вот такая красота была сделана до этого момента сделана она по такому же алгоритму вот идет нить плюс одна кнопка и возврат плюс 1 и возврат плюс 1 и и возврат вот благодаря этому и натягивается изображение на основании к слову сказать вот такая натяжка со временем не прослабевает никуда не убегает вот некоторых багетных мастерских используются разные технологии вот некоторые клеят вышивку на основании чего категорически я не делаю не приемлю вот и второй момент что еще делают какая есть технология значит двусторонний скотч по периметру точно такая же схема натяжки кнопками вот но только потом на все это на двусторонний скотч крепится вот так вот таким образом вот приглаживается минусы этой технологии я когда только открыл багетную мастерскую вот я пробовал таким образом натягивать минусы этой технологии в том что вы сделали работу через время она у вас поползла скотч двухсторонний скотч 3м там хоть какой все равно не не выдерживает вот вот этот вариант он самый идеальный я надеюсь это видео тебе понравилось если понравилось ставь лайк если не понравилось ну что ж бывает и такое вот рад что я кому-то полезен всем мир и печеньки подписывайся на мой канал пока